Напоминаем также водителям соблюдения пожаробезопасности, соблюдению именно требований по автомобилю, вовремя того, проходит обязательно. Если у вас есть какой-то душитель, не всплывайте его перезаряжать. Сотрудники госпожнадзора, добровольные пожарные и дорожные полицейские объединились, чтобы предупредить водителей о возможности автовозгораний. На Шереметьевском проспекте они останавливали машины и вручали владельцам памятки. Сейчас проходит год волонтера, поэтому я решил помочь людям в информационной части, проинформировать их, что бывают такие случаи, как пожары на дорогах. Они происходят не только на дорогах, но в данном случае мы именно с этим работаем. Проинспектировать людей, что нужно следить за безопасностью пожарной, потому что пожары происходят в основном из-за вины людей. В машине может произойти замыкание проводки, поэтому обязательно нужно возить с собой огнетушитель, порошковый или углекислотный. Также важно своевременно обслуживать автомобиль или заботиться о пожарной безопасности машины-сновья, забирая ее из салона. Сейчас пользуется популярность установка в автомобилях автоматических систем пожаротушения под капотом. В случае каких-либо превышения показателей температур, воздействия пламени, данное устройство срабатывает уже в автоматическом режиме и тушит под капотное пространство. Перед началом холодного сезона спасатели напомнили водителям о необходимости обезопасить свои дома от огня. Рассказали элементарные правила обращения с бытовыми приборами. Но их и так все знают на зубок. Из рассветок все выключить надо. Обязательно газ выключить и винтик перекрыть. Да нет, ну естественно соблюдаем. Хочется обратно в квартиру-то вернуться, чтобы там стены стояли на месте. Машины в городе горят часто, почти каждую неделю. Одних поджогов зафиксировано 47, а это больше, чем в прошлом году. От поджога огнетушитель не поможет. Лучше думать о безопасности и на ней не экономить. Машину ставить на платную парковку под камеры.